Депутаты областного Маслихата знакомятся с хозяйствами Сайрамского района. Производственный кооператив ЕД Агроманкен занимается откормом крупнорогатого скота, производством и реализацией мяса. В хозяйство были вложены 150 миллионов тенге инвестиций и 100 миллионов собственных средств. В состав СПК вошли 10 крестьянских хозяйств и 72 личных подсобных хозяйства. Без помощи государства сегодня никак не обойтись, подчеркивает председатель кооператива. Мы реализуем продукцию отрау Актау Алма-Аты. Для содержания увеличивающегося поголовья скота нам необходима государственная помощь. Комбикорум сейчас дорогой. У нас 1700 голов крупного рогатого скота, 150 лошадей. Все необходимые документы сдали, но субсидии до сих пор не получили. Руководитель областного сельского хозяйства обещает посодействовать в получении субсидий и спешит на следующий объект. Интенсивный сад расположен в санатории Манкен. Деревца были высажены два года назад. Субсидии свыше трех миллионов тенге хозяйство получило за 2015-2016 годы. В этом году аграрий просит немного удобрения по приемлемой цене. Помогли бы получить бы удобрения по льготной ставке. Поздно очень выделяют. Пересмотрите этот вопрос. Услышав, что в район приехали депутаты областного маслехата, сельчане собрались в актовом зале Акимата. Слишком много вопросов накопилось у людей к тем, за кого они голосовали. Мы занимаемся животноводством, переработкой молока. В этом году хотели получить субсидии. Пошли в финансовую организацию ИРЫС, там нам дали перечень документов, которые мы должны собрать. Условия невыполнимые. На всех 142 человек мы должны сдать документы. Это разве возможно? У кого-то нет госакта, у кого-то паспорт просрочен. Так мы и не получили деньги. Делать нечего. Пошли и взяли кредит в банке. А там ставка целых 20%. Ни для кого не секрет, что большинство хозяйств не могут получить субсидии из-за жестких условий финн-институтов. Да, мы знаем, что в РИЦ-Он-ТУСТИ кредиты выдают по ставке 6-7%. Если бы мы могли выполнить требования, взял бы я разве деньги под такой процент. Все, что мы заработаем, пойдет на погашение кредита, а могли бы использовать на развитие. Новый руководитель регионального инвестиционного центра «Он-ТУСТИК» поспешил успокоить сельчан. Прием документов на получение льготного кредита все еще продолжается. В районных отделах сельского хозяйства ведется прием документов на выделение субсидии. Вопрос развития сельского хозяйства региона члены постоянной комиссии по развитию сельхозтерритории и природопользования вынесли на предстоящую сессию областного маслихата. Есть надежда, что народные избранники при рассмотрении важного вопроса учтут все предложения и замечания крестьян Сайрамского района. Шанар Уразова, Монта Ульбеков, Камила Сайфулина, информационная служба телекомпании «Отрар».